Здравствуйте! Наша область вошла в число регионов России с самым высоким уровнем кредитной нагрузки. Средний платеж саратовцев вырос с 12 300 до 12 500 рублей в месяц. Меня зовут Павел Фитилев, это новости телеобъектив. Смотрите также выпуски. 18 миллиардов рублей. Именно столько будет выделено на ремонт городских и областных дорог. Когда же Саратов перестанет ассоциироваться с центром бездорожья, узнала Динароду Салиева. Были федеральными, стали частными. В Саратовском районе решается судьба нескольких прудов о том, как одна кадастровая ошибка испортила жизнь всем жителям села. Ольга Маркова. 30 возгораний только с начала этого года, а вчера здесь мужчина провалился в шахту лифта. О доме-призраке расскажу я Надежду Новикова. На границе Средней и Нижней Волги дождливо и ветрено. Подробности в рубрике прогноз погоды. Не удержался сегодня днем в районе магазина «Магистраль» спасали молодого человека. Он перелез через перилы моста и грозился спрыгнуть на контактную сеть и железнодорожные пути. Отговорить парня сначала пытались прохожие, а затем и спасатели. Специалисты перекрыли движение, обесточили провода и под мостом развернули куб жизни. На него молодой человек в итоге и упал. Он не пострадал. Полицейским 26-летний Алексей признался, что перед этим поругался с матерью. Поэтому и решил прыгнуть под поезд. Молодой человек не поддался на оговоры, в результате чего он прыгнул на куб жизни. Развернутый городской служб спасения, взаимодействие с областным служб спасения. Врачом областного служб спасения молодой человек был осмотрен. Повреждений никаких он не получил. Был перед этим сотрудником полиции. Удар по бездорожью. В Саратовской области продолжается реализация программы «Безопасные и качественные дороги». Рабочие восстанавливают городские и областные магистрали. Объекты выбирались по степени загруженности. Сейчас работы вышли на финишную прямую. Помимо региональных, в программу попали и областные трассы. Динар Дусалиева узнала, когда Саратов перестанет ассоциироваться с городом без дорог. Этого события могло и не быть, если бы наша область не стала участником федеральной программы. Наряду с другими крупными городами Саратов попал в число регионов, где ремонт дорог будут производить при поддержке столицы. В Министерстве дорожного хозяйства обсуждают первый этап реализации проекта. Программу «Безопасные и качественные дороги» Саратовской области начали реализовывать в мае. Ремонт делали на более чем 200 участках. За лето было восстановлено почти 100 километров областных трасс. Предусмотрены мероприятия, направленные на безопасность дорожного движения. Это установка светофорных объектов, установка пешеходных барьерных ограждений, установка барьерных ограждений на автомобильных дорогах. Вот эти вот все мероприятия, они также выполнены. На магистрали регионального центра было выделено 2 миллиарда рублей. Один из федерального бюджета, столько же из областного. Ремонтные работы проводились на 71 улице. Из 39 участков концентрации ДТП на территории города Саратов, по данным на 1 сентября, сейчас сохранилось только 10 таких участков. То есть есть надежда, что они могут еще понизиться. На данный момент у нас на первое место вышли проблемы коммунального комплекса, а не дорожного. Это в первый этап, за мои 11 лет работы в комитете, когда дороги отошли на второй план. Программа по ремонту дорог рассчитана до 2025 года. За 9 лет будет потрачено 18 миллиардов рублей. Таких денег на саратовские дороги не выделяли никогда. В следующем году к ремонту дорог добавятся так называемые капиталоемкие проекты. К ним относится строительство 8 подземных и воздушных переходов для пешеходов. Первые 2 начнут возводить на Вольском тракте и на въезде в Саратов со стороны Усть-Курдюма. В рамках программы будет отремонтировано и 7 транспортных развязок. К ним относится и нашумевшая стрелка. Работы над этим объектом начнутся после 2018 года. Он тоже относится к разряду капиталоемких. Геннадус Алиева, Олег Буланов. Новости. Телеобъектив. 60 человек, столько саратовских водителей оказались за решеткой из-за нежелания снимать темную пленку со стекол своих автомобилей. Кто-то отсидел пару суток, а кто-то неделю. По словам патрульных, все зависело от поведения нарушителя на заседании суда. Сегодня автоинспекторы вновь ловили тех, кто прячется от окружающих. В этот рейд отправился и наш автоэксперт Роман Базан. Он узнал, сколько в городе уже растонировано автомобилей. Пара минут на посту и первый нарушитель. У Мерседеса заклеены боковые стекла и лобовое. Это нарушение правил. Если водитель не снимет пленку, то в следующий раз он может оказаться на несколько суток в следственном изоляторе. Молодой человек решил не рисковать. Ну, машина вообще стоит у меня на продаже. Я даже не ездил. Это было сделано для видов пленки и все. Я даже на нее не участвую. У меня вторая машина есть. Она так тут настоит просто. Чтобы она шедше выкатилась внизу? Ну, грубо говоря, да. Чтобы более-менее хотя вид имела. За минувшее лето саратовские инспекторы оштрафовали почти 20 тысяч любителей тонировки. Стекла в машине у Дмитрия заклеены тоже не по ГОСТу. Он, собственно, и не спорит. Говорить так надо было. Просто жарко-то в салоне. Кондиционер-то плохой и все. А костнее просто прохладно ездить. Не то, что там понты какие-то, либо что-то. Просто было жарко. Сейчас уже это, в принципе, прохладно. 3%. Должно быть не менее 10-10. Больше всего не повезло водителю Приоры. Сам Вело остановили по пути на работу. Молодого человека уже ловили за подобные нарушения. Но от тонировки он так и не избавился. Его увезли в суд. Порядка 120 лиц не устранили техническую неисправность на месте и были привлечены по статье 19-3. То есть о невыполнении законного требования сотрудника полиции. Из этого общего массива 120 человек, у нас порядка 60, то есть половина судей, вынесли административный арест. От суток до максимально у нас был арест, до 7 суток давали лицо. Ну и по традиции покажем видео, которое присылаете вы. Улица Волжская, пешеходная зона. Но, видимо, только не для этого водителя Деу Нексия. Автохам едет по велосипедной дорожке. Еще одно нарушение на улице Университетская. Водитель Хёнде, наверное, устал стоять в пробке и решил проехать по встречной. Прямо на глазах нашего помощника. Спустя минуту еще один автохам на Мерседесе. Встречный пытается повернуть направо. Его, разумеется, не пропускают. Теперь этими нарушителями займутся автоинспекторы. Но, а если вы все же стали свидетелями хамства на дорогах Саратовой области, присылайте видео на наш электронный адрес. Он внизу экрана. Давайте бороться с автохамами вместе. Пропал пруд, да не один, а сразу два. В Саратовском районе из федеральной собственности вывели сразу два водоема, ручей и одно кладбище. ЧП это произошло на хуторе «Малая Скатовка». О том, что все эти объекты стали частными, местные жители узнали совершенно случайно, когда с них попытались взять деньги за полив огородов. Ольга Маркова о том, как чья-то кадастровая ошибка стала головной болью для сотен людей. В среду утром на хуторе «Малая Скатовка» шумно. Незапланированный сход граждан спровоцировал приезд нашей съемочной группы. Эта история началась пару лет назад, когда к местным жителям пришли незнакомые люди и заявили, что вскоре с них будут брать деньги за пользование водой из прудов, которые отныне являются частной собственностью. Пруда на хуторе два, оба федеральные объекты. Как стали частными, никто и не понял. Не то, что скатовцы, даже глава местной администрации. Просто приехал мужчина и сказал, я буду сейчас вот разводить рыбу. То есть и поэтому начался, в общем-то, скандал. Вот, так как у нас там пруды и пользуются поливной водой, поэтому как бы народ встал. Мы приехали к нему сразу, спросили, в чем дело. Он нам показал, что я купил там-то вот это вот. Начали выяснять. И потом оказывается, что он купил, ну, в общем-то, вот как в итоге получилось. Допущены кадастровым инженерам, так скажем, неправомерные действия, которые послужили основанием для постановки земельных участков на кадастровый учет. А как так получилось? Ну, кадастровый инженер виноват. Как так получилось, выясняли уже в суде. Тяжба длилась почти год. Оказалось, что кто-то целенаправленно скупал землю вокруг хутора, а вместе с ней прихватил и федеральную собственность. Наши жители, которые после распада совхота получили имущественный пай и земельный пай в количестве 14 гектаров на каждого члена совхота. Конкретных границ не указано, где этот ваш земельный участок, земельный пай вот здесь или там. Просто акты на руках. Они эти акты брали и выбирали ту площадь, которая им больше нравится. Отдавать водоем обратно бизнесмен не захотел. Пока шел суд, даже плотину успел построить. Все приготовил для разведения рыбы, но не успел. Две недели назад один из прудов вернули государству, а сделку аннулировали. А вот это уже второй пруд, судьба которого пока не решена. Его владельцем является частное лицо. Возвращать пруд в федеральную собственность придется также через суд. На этот раз истцом является прокуратура. Пока разбирались с прудами, выяснилось, что в частные руки несколько лет назад отошли местный ручей и даже сельское кладбище. Тоже совершенно случайно. Новый владелец, правда говорят, готов вернуть погост обратно. В начале, когда он ходил, хорохорился, что здесь все мое, и сказал, я могу любую могилу раскопать и выкинуть оттуда покойника. Мы тоже взбунтовались. Это что такое? Это как? Так, мы подадим в суд. Он, наверное, подумал и сказал, кладбище мне не нужно, это просто кадастровая ошибка. Мне не надо платить лишние налоги, забирайте его. Но без решения суда мы же его не можем забрать. В роковые ошибки кадастрового инженера люди не верят. Как не верят и местным чиновникам, которые, по мнению скатовцев, не могли не знать, что федеральная собственность стала частной. А поэтому уже начали сбор подписей за отзыв своего депутата и отстранение от должности главы образования. Кстати, пока мы снимали сюжет, выяснилось, что накануне, на только что отсуженный пруд, снова приезжали люди, потенциальные покупатели. Местные водоемы оказались рыбным местом. Ольга Маркова, Александр Кравченко, новости, телеобъектив. Никакой перспективы на улице Перспективной. Дом номер 10-Б наводит ужас на всех живущих по соседству. Девятиэтажку расселили пять лет назад, но так и не снесли. Теперь в ней обитают бродяги и ищут острые ощущения подростки. Регулярно в доме ужасов случаются пожары и ЧП. Последнее было буквально накануне. Надежда Новикова рискнула зайти в опасное здание, и вот что она там увидела. Кричу в окно, они уже смотрят, кто кричит. А я у меня занавеска, я спрячусь. Из ее окна заброшенная девятиэтажка видна. И это совсем не радует Татьяну Алексеевну. Женщина живет по соседству с домом ужасов на улице Перспективная. И чуть ли не каждый день наблюдает пугающие картины. Что дети творят. Вот на этих карнизах залазят. Сидят, ведь могут друг друга сбросить, толкнуть. И все. Милицию вызываем, милиция не приезжает. Или же приезжает, когда нет здесь никого. Давай я заберу этот вигню. Иван стал очередной жертвой дома ужасов. Сюда он пришел после ссоры с женой и провалился в шахту лифта. Пострадавший сам смог набрать 0,1 и объяснить спасателям, где он находится. Смягчило его падение с такой высоты. Большая куча строительного мусора, которая находилась внизу шахты лифта. Он сломал там диван, сломал шкаф старый. Поэтому, скажем так, травмы получил незначительные. Но состояние его оценивалось как тяжелое. В эту девятиэтажку легко зайти. Тут нет никакого ограждения. Поэтому заброшенное строение облюбовали подростки и лица без определенного места жительства. Из-за таких постояльцев тут регулярно вспыхивают пожары. Пожарно-спасательные подразделения привлекались к тушению пожаров. И проведение аварийно-спасательным работ в данном доме более 30 раз. Затрачивая при этом не только человеческие, но и материальные ресурсы. А иногда и то драгоценное время, счет которого идет на секунды преследования к месту, так сказать, серьезного пожара, на котором могут погибнуть люди. Этот дом признали аварийным где-то пять лет назад. Тогда же его и расселили. А вот снести здание, видимо, забыли. И теперь в этом доме-призраке можно снимать настоящие фильмы ужасов. Вот вам готовые декорации. Мрачные стены, кое-где уцелевшие обои, мусор под ногами и разбитое стекло. Разрушать не строить, но даже на эту процедуру нужны немалые средства. Поэтому в городе стоят десятки домов, которые расселили, но так и не снесли. Надежда Новикова, Александр Кравченко, Новости, Телеобъектив. Украли литры. В Кировском районе полицейские задержали похитителей бензина. Двое 20-летних парней сливали топливо из баков отечественных автомобилей. Ворованным горючим заправляли собственную ладу. Во время очередной такой операции молодых людей заметили патрульные. Молодчики решили скрыться, не забыв прихватить две канистры и шланг. Уезжая с места событий, они сбили полицейского. Несмотря на полученные травмы, инспектор с напарником все же остановили похитителей. Возбуждено уголовное дело. Сбили полицейского что ли? Он когда выбежал из-за белой гибы, он споткнулся об яму в асфальте и стесал себе руку, поцарапал и ударился как-то ногой. И такой была первая часть выпуска. Будет и вторая. Не торопитесь переключать кнопку канала. Смотрите далее. Столица продолжает судить бывшего министра экономики Улюкаева. Сегодня показания дал глава Роснефти. Подробнее об этом в других событиях далее в хронике дня. В гости столицы в Саратов приехал народный артист Советского Союза Василий Лановой. О чем он рассказывал саратовцам, узнала Кристина Трушина. Какая погода на дворе будет завтра в четверг? Через пару минут расскажу вам я, Александр Новохацкий. Здравствуйте. В четверг 7 сентября в Красноармейске Марксе-Татищеве в Советском районе облачно с прояснениями и дождь местами сильный. Ветер юго-восточный с порывами до 7 метров в секунду. Ночью плюс 14, плюс 18. А днем до плюс 25. В Саратове и Энгельсе пасмурно и сыро. Температура ночью 15-18, а днем до 24 градусов выше 0. Атмосферное давление около 750 миллиметров ртутного столба. О градусах все. Мы снова в студии. Время рассказать о событиях в стране и мире. Дальний Восток спивается. Об этом сегодня заявила федеральный министр здравоохранения. По словам Вероники Скворцовой, уровень пьянства вдвое выше, чем в среднем по стране. Алкоголизм в регионе является основной причиной смертности среди молодых мужчин. На Чукотке ситуации еще хуже страдающих алкоголизмом. Там в пять раз больше. Эксперты связывают это с высоким уровнем безработицы, сообщает газета ведомости. О других заметных событиях узнаем из хроники дня. С ними нас познакомит Роман Базан. Ром, тебе слово. Да, Паша, в столице продолжает судить бывшего министра экономики Алексея Улюкаева. Сегодня показания дал глава Роснефти. Игорь Сечин заявил, что экс-министр вымогал с него деньги и что за такое нужно сажать. Требовал незаконного вознаграждения. Сам определил его размер. Сам приехал за ним. Сам его руками забрал, погрузил машину и сам уехал. В соответствии с уголовным кодексом Российской Федерации, это преступление. Не о чем даже говорить. По версии следствия, Улюкаев вымогал деньги с нефтяников, взамен обещал помочь с документами. Его дело первое в истории России, когда федерального министра обвиняют в уголовном преступлении. Улюкаеву грозит до 15 лет тюрьмы, сообщает Интерфакс. Крупная авария произошла на Воронежской трассе. Там фура протаранила три десятка автомобилей. Момент столкновения снял очевидец. На видео горящий большегруз таранит машину на полном ходу. К счастью, обошлось без жертв. Дальнобойщик заявил, что у фуры перегрелись тормоза и загорелось колесо, сообщает РИА Новости. Необычный случай произошел в Китае. Там женщина родила прямо на улице. Произошло это на рынке. Туда она отправилась за покупками, перед тем, как начались схватки. Роды прошли успешно. Правда, домой новоиспеченная мама отправилась не сразу. Она продолжила отовариваться, но уже с младенцем на руках. Спасибо. Роман Базан рассказал нам о событиях в стране и мире. В Саратове сегодня встречали Василия Ланового. Народный артист Советского Союза приехал, чтобы поучаствовать в концерте на Театральной площади. Это своего рода обмен гостями. Недавно в Москве прошли Дни Саратовской области, а сегодня вечером у нас принимают столичных артистов. До начала концерта актер встретился с молодежью. О чем он рассказывал, узнаем у Кристины Трушиной. Зрительный зал Театра Драмы сегодня действительно полон. Правда, здесь в основном школьники и студенты. Их пригласили на патриотическую акцию и творческий вечер. Ради этого молодежь специально сняли занятий. Попроси, чтобы в зал прибавить света. Я хочу видеть в зал, лица хочу разглядывать. Чуть побольше. Говорить о патриотизме сегодня доверили народному артисту Советского Союза Василию Лановому. Это не случайно. Он встретил войну семилетним мальчишкой. И сейчас сам активно принимает участие в патриотическом движении. Больший час он рассказывал молодежи, в том числе об акции «Бессмертный полк», сопредседателем которой он является. В этом году русичи, живущие в Астралии 9 мая, вынесли свои патриоты дедов-праведов в 20 городах Америки, Лондоне, Парижа, Берлине, в Израиле. Ну, в Израиле понятно. Там 90% русских. Понятно. Понесли великое движение памяти великого поколения. Помимо этого, актер театра имени Вахтангова читал стихи, исполнял военные песни, рассказывал молодежи о своей творческой деятельности, работе в театре и кино. С юмором говорил о казусах и о любимых ролях. Одной из которых, как ни странно, оказался эпизод из фильма «Полосатый рейс». Сниматься в комедиях, по словам артиста, ему предлагали крайне редко. Говорили, лицо слишком серьезное. Для меня театр в жизни главная, а потом уже замечательная, роскошная любовница. Но кинематограф, а медиатор. После творческой встречи Василий Лановой отправился на театральную площадь. Там сегодня проходит концерт, посвященный содружеству между Москвой и Саратовом. Народные артисты сам принимают в концерте участие. Кстати, взглянуть на мероприятие вы еще успеете. Оно как раз проходит в эти минуты. Спасибо, это была Кристина Трушина. Она работала на творческом вечере Василия Ланового. Возьмутся за ракетки. Завтра в спортивном комплексе «Звездный» пройдет матч по бадминтону. Это будет так называемая международная выставочная игра. Один из самых титулованных местных спортсменов, Владимир Мальков, сыграет с финном Вилли Лангом. Оба участники Олимпиад. Саратовец выступал на летних играх в Бразилии, а его соперник в Китае. Вход организатора сделали бесплатным. Помимо этого, на фестивале все желающие смогут сыграть в бадминтон. На паркете спортивного комплекса «Звездный» будет действовать несколько площадок. Почему я пригласил Вилли Ланга сюда сыграть? Во-первых, он мой старый друг. Мы давно с ним, собственно говоря, играли на всевозможных международных соревнованиях, турнирах. Последние разы, конечно, я его выигрывал. Но все равно матч будет очень интересный. И я надеюсь, что у нас получится именно шоу, чтобы показать людям, что такое есть бадминтон на самом деле. Вот я знаю, все, конечно, играли. Я всегда с людьми начинаю общаться. А мы играли, мы знаем. Но на самом деле бадминтон, как он есть, немного отличается от пляжного. А это все главные новости, о которых мы хотели рассказать сегодня. Я с вами прощаюсь, а вас еще ждет встреча с главным редактором Ильей Леонтьевым. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok